здравствуйте бабоньки есть на празднике замужние нет руки поднимите есть я тоже замужем как семейная жизнь то все нормально везет вам у меня не очень совсем не очень и вообще достал меня уже мой муж представляете его чё не устраивает во мне говорит дорогая тебе срочно надо похудеть это мне то худеть я говорю а потом про кого скажут поэты знаменитые есть женщины в русских селениях их бабами просто зовут слона на ходу остановят и хобот ему оторвут или допустим вот еще такая про нас есть баба в теле рай пустели продам жуки а мой не согласен говорит сейчас так не модно я как тебе модно то 90 60 90 ну чё сделаешь пришлось сесть на диету первый день конкретно так на ней сижу второй день лежу на этой диете на третий день решила избавиться от всех продуктов которые хранились в холодильнике было бабоньки честно скажу очень тяжело так тяжело где тут похудеешь да а мой не униматься хуже прежнему рёт сама справиться не можешь говорит иди к этому специалисту и к нему по похудению как его по похудению то как его вот и тоже к нему ходила да я туда же пошла пришла спрашиваю говорю доктор мне срочно нужно какая-нибудь где-то для похудения мужу надо он так посмотрел на меня говорит яблочная диета подойдет я вручу не подойдет то подойдет смотри говорит всю неделю жрет не только яблоки ничего кроме них ладно за эту неделю где в каких магазинах по всей округе а где почем какие сорта все разузнала про эти яблоки все поняла стала них разбираться лучше чем сам мичурин утром яблоки в обед и яблоки в три часа ночи опять эти яблоки а тело то не реагирует остается в прежнем состоянии снова пошла к этому врачу говорю доктор мне ваша яблочная диета не помогает совсем он говорит а ты перед едой ты их моешь нет я говорю чё я дура чолик конечно мою указалось знаете чё мыть то нет оно было как тут похудешь да ой ладно говорит давай сделаем тогда так завтрак так и быть ешь сама обед разделись с друзьями ужин отдай врагам три дня ходила думала но нет у меня ни друзей ни врагов опять пришлось все само съесть а тут еще сынок подошел и говорит мама пойдем со мной рядом посидим по кушаем я говорю не могу пья худею ярм для папы он а зачем я говорю так чтоб красивой быть знаете чё сынок кто не сказал говорит мама чтоб красивой быть худеть совсем не надо надо груза что надо бусики носить все теперь это мой девич по жизни хожу вся в бусах и вообще я хочу спросить знаете нет вообще зачем после сорока вот у нас женщины полнеть начинают ничего не знаете а я знаю потому что за 40 лет накопленные в женщине опыт мудрости сила но никак водной башке не помещаются они по всему телу равномерно распределяются же и вообще тем хочу сказать у кого 90 60 90 сами себе надбавляйте убавляйте нарезайте а у меня теперь стандарты красоты красиво офигенно и шикарно и бабочки всем желаю это уже чтобы у вас по жизни все было красиво офигенно и шикарно